Здравствуйте! В эфире телеканала CBC. Вы смотрите еженедельную передачу «Час предпринимателя». В этом выпуске мы вновь затрагиваем тему IT-бизнеса. Отвечаем на вопросы, почему IT-специалисты так востребованы на рынке труда. Какие возможности для IT-компаний созданы в Азербайджане и какие страны ждут азербайджанских IT-специалистов. Представляю наших ведущих экспертов передачи. Руфат Гулиев, автор идеи передачи, «Час предпринимателя», представитель парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству, доктор экономических наук, профессор Фархад Сатаров, член коллегии адвокатов Азербайджана. Специальный гость передачи Яна Кримпия, руководитель Азербайджана-Эстонской торговой палаты, учредитель компании Best Solution, разработчик и оператор платформы мобильной цифровой подписи Асан Имза. Здравствуйте еще раз и спасибо большое за то, что уделили нам время. Традиционно, госпожа Кримпия, мы начинаем нашу передачу с наших ведущих экспертов. Они высказывают свои идеи и мысли по теме дня. Так, господин Гулиев и господин Сатаров, еще раз, насколько сегодня легко начать свой бизнес в сфере интернет? С вашего разрешения я немножко перейду. Вы неоднократно, кстати, говорили, что вы более консервативно настроены. Да, я консервативно, но против веяния времени не пойдешь и законы рыночной экономики во всем мире, они диктуют свои условия. Так вот, я хочу сказать, что объем вообще IT-бизнеса в мире растет практически семимильными шагами. Я вот литературу поднимал, смотрел. В 2013 году это было 1 триллион 256 миллиардов долларов объема IT-бизнеса во всем мире. Значит, сегодня уже можно смело говорить о трех триллионах. То есть, это объем IT-бизнеса, который включает, значит, все IT-подразделения, ну, бизнесового подразделения в IT, включая и, значит, продажи через интернет и так далее и тому подобное. Здесь я хотел бы отметить, что на первом месте, не сказал бы, что как ни странно, но на самом деле идет именно по интернет-торговле и по активности, значит, IT-бизнеса идет Китай. Объем, ежегодный объем превышает, практически приближается, точнее, к 500 миллиардам. На втором месте Соединенные Штаты, значит, 350 миллиардов. В десятке находится, значит, Франция, Германия, Южная Корея на седьмом месте. И что интересно, в Южной Корее самый быстрый интернет в мире. То есть, я хотел бы это, значит, подчеркнуть. Значит, что бы я хотел бы, в принципе, добавить? Будущее, да, действительно, за IT-технологиями, за IT-бизнесом сегодня уже актуально, значит, даже продажи и покупки криптовалют. Это тоже можно считать плюсом. Хотя я, вы знаете, как сам отношусь вообще ко всем этим виртуальным валютам. Но, тем не менее, мы не можем, понимаете, исходить из только наших каких-то своих, значит, понятий или отношений. Я думаю, что в Азербайджане, значит, создаются и совершенствуются, значит, условия для проведения IT-бизнеса. В принципе, давайте не будем умалчивать о том, что в мире самый быстрый, законный способ обогащения – это стартапы, это с использованием, значит, IT-технологий. От этого мы не можем, так сказать, отказаться. И я хочу сказать, что будущее за этим и в Азербайджане еще очень много резервов. То есть, со стороны государства создаются достаточно хорошие условия, они развиваются. Вот то, что проводит у нас министерство, наши соответствующие, значит... Связи информационных технологий, транспорта. Они, да, очень часто проводят различные форумы, касающиеся данной темы. Я бы, знаете, к этим форумам и так далее немножко так отношусь. Больше я хочу сказать, что создается фундамент для такого. Фундамент создается, создаются специальные школы. Да, это, в принципе, значит, мы должны... Вот это хорошо, что Яна Ханом сегодня здесь, она расскажет, наверное, про эстонский опыт тоже. Но я хочу сказать, что, вы знаете, на территорию постсоциалистического пространства Эстония занимает первый мир. Первое место, значит, по уровню использования IT-технологий, интернета и так далее. Поэтому я думаю, конкретно по Азербайджану, мой коллега, уважаемый Фархат Малим, уже добавить свои мысли. Но в целом я просто хотел подчеркнуть, что, наверное, сегодня это самая развитая и самая развивающаяся одновременно форма бизнеса, в которой даже один человек, кто может достигнуть успеха и стать миллионером буквально в считанные месяцы. Да, самое главное потом сохранить эти все возможности, которые... Быстро заработанные деньги... Это тоже не очень хорошо. Нет, это хорошо, но они быстро и заканчиваются. Час предпринимателя. Проект телеканала CBC. Обсуждаем вопросы развития малого и среднего бизнеса. Полезные советы и рекомендации от участников передачи. Ждем ваши вопросы на номер, который вы видите на экране. Смотрите каждую субботу. Господин Сатаров, вы неоднократно высказывались в нашей студии. По этой теме говорили о подводных камнях и о том, что вы сами даже думали об открытии такого бизнеса. Спасибо большое, Халла Ханун. В принципе, Руфат Мэрин здесь тоже отметил относительно того, что на сегодняшний день Эстония является очевидным лидером в применении информационной технологии. Недаром, насколько я знаю, Эстония иногда называет и Эстония. Эта страна, она впервые применила, она признала право пользования интернетом как базовое конституционное право человека. То есть наряду с такими правами, как право на социальное обеспечение, право на отдых, право избираться и быть избранным. Вот такое же базовое право было заложено. Кстати, хочу заметить, что Эстония – это первая страна, которая применила практику голосования, не посещая избирательные участки. То есть граждане, находясь в себе в офисе или дома через электронные паспорта, могут голосовать, принимать участие в избирательном процессе. Уровень, опять-таки, услуг, которые предоставляют со стороны государства, как частному сектору, так и юридическим лицам, он абсолютно всеобъемлющий. Насколько я знаю, только два вида услуг не оказываются онлайн. Это нельзя жениться онлайн и разводиться онлайн. А все остальное – это… Ну, я думаю, это тоже расскажешь. Наверное, да. Я думаю, родиться тоже онлайн нельзя. Да. Но хочу заметить, что, конечно же, наша страна тоже старается не отставать от Эстонии. У нас еще в 2004 году был принят закон о электронной подписи и электронном документе. Существует указ президента об электронном документе обороте. Есть, значит, государственная программа по созданию и развитию электронного правительства. В прошлом году было создано публично юридическое лицо, значит, Центра по развитию электронного правительства. Также, значит, был указ президента о предоставлении, значит, услуг G2B, Government of Business, вот юридических услуг со стороны государства в рамках агентства по развитию малого и среднего предпринимательства. Госпожа Кримпи, расскажите, пожалуйста, о взаимодействии, о кооперации, о том, как вы помогаете сегодня IT-специалистам, как вы помогаете предпринимателям, начинающим именно в сфере IT, вот в вашей компании? Я считаю, что для развития IT-индустрии, правильно отметил Руфат Маримович, что сегодня мы не можем отставать от мирового тренда, потому что информационные технологии касаются не просто отдельного бизнеса, они касаются любой индустрии в стране. Нет сегодня ни одной специальности, нет сегодня ни одного производственного элемента, где не используются информационные технологии. И здесь, безусловно, кривым ключевым моментом является образование. И я считаю, что сегодня это должно быть просто приоритетным направлением в Азербайджане, создание IT-школ, именно профессиональных IT-школ, с возможностью переквалификации людей, имеющих классическое образование. Это даст огромные преимущества на рынке труда, возможность трудоустроиться, возможность внести новые реформы в экономической сфере страны. И именно, если взять пример Эстонии, упор делается именно на профессиональном образовании, это крикосрочное образование, от одного до трех лет, не обязательно сегодня в IT-индустрии получать высшее образование. То есть, поскольку это очень смежная индустрия, и зачастую касается каких-то классических профильных элементов уже имеющего образование. Это те же учителя, которые должны внести какие-то IT-элементы в процесс обучения, это та же медицина, это любой производственный процесс, который сегодня мы имеем. Подходы у нас разные? Вот в Эстонии, в Азербайджане? Я думаю, что в Азербайджане, если в Эстонии это все делать параллельно, то в Азербайджане у нас катализатором все-таки служило государство, с реформированной этой отрасли, и правильно отметили коллеги, что законодательная база у нас отличная, в отличие от многих стран мира, в Азербайджане все законодательные аспекты имеются. Создана прекрасная инфраструктура электронного правительства, и как раз все, что не хватает, это образование широких масс населения в том числе. Я, например, призываю, чтобы была прекрасная функция при Азербайджане создавать отдельное пространство для самообучения, когда человек может прийти и на месте обучиться, как использовать те возможности, которые сегодня создало государство в том же электронном правительстве. Один раз придя туда, получив курс, наверняка второй раз человек уже не пойдет, это меньше пробок, это меньше загрязнений атмосферы, это возможность людей экономить свое время, поскольку по подсчетам Эстонии только электронный правительство сохраняет уже до 2% внутривалого продукта. Я уже молчу о том, сколько трудочасов посчитано экономит страна, а в целом активно использует все возможности, которые сегодня в Азербайджане созданы. И что делаем конкретно мы? У нас все кадры локальны, то есть мы обучаем здесь ребят, мы берем их со студенческой скамьи, поскольку то, например, чем занимается наша компания, это очень такой узкоспециализированный вопрос кибербезопасности, криптографии, таких специалистов в мировом масштабе очень мало, поэтому взять нам их неоткуда, мы должны их вырасти сами. Мы посылаем ребят на всевозможные конференции, на тренинги международные, максимально практических навыков. И здесь я хочу отметить очень важное сотрудничество между странами, потому что это обогащает, это дает возможность изучить опыт, избежать тех ошибок, которые уже прошли. И я думаю, что здесь очень много таких моментов, где мы могли скоперироваться, создать энергию, сэкономить наши ресурсы государственного бюджета и сделать какие-то выводы. Интересный момент. Ремарка у вас есть, господин Валерьевич? Ремарка связанная с вопросом, и вопрос связанная с ремаркой. Яна Хановна, у нас передача несколько носит, помимо такого общеобразовательного, она у нас еще и вот такой прикладной характер, называется как час предпринимателя. Мы стараемся помочь, то есть целевая аудитория нашей передачи, это люди, которые либо уже начали заниматься бизнесом, либо хотят, то есть они хотят совершенствоваться, развивать дальше. Либо люди, которые хотят начинать бизнес. Вот с этой точки зрения у меня был бы такой вопрос. Насколько сегодня в Азербайджане, вот вы как профессионал, специалист, эксперт по многим странам в этом бизнесе, ну и в Азербайджане уже долгое время, значит, насколько легко нашим молодым, все-таки здесь надо учитывать возрастной ценз, в плане, что люди молодые чаще идут в такие бизнеса, да, вот, связанные с электроникой, с интернетом, с этими технологиями. Насколько легко таким людям и где, и как они могут приобрести, скажем, образование, как вы сказали, и практику, и в дальнейшем уже пуститься, так сказать, в одиночное плавание или сколотить компанию какую-то маленькую, 2-3 человека. Вот об этом попросил бы я вас рассказать. На самом деле все очень легко и нелегко одновременно. То есть, если мы посмотрим на процедуру, на аспект, все легко. Сегодня мы можем электронно открыть компанию за считанные минуты, более того, в скором будущем банковский счет, то есть бюрократических преград нет. Да, но вы правильно отметили, где получить практические навыки. Да, здесь есть проблема, не как на рынке труда, зачастую работодатели хотят получить сразу опытного специалиста, чтобы он уже имел все навыки, все умел делать. Но где же этому молодому специалисту эту практику получить? Да, в общем мире, в принципе, и по всем мире. То есть, ну, я хочу отметить, что IT-индустрия все немного проще, да, чем в каких-то традиционных отраслях, поскольку мы понимаем, что IT-процесс – это процесс ежедневного обучения. То есть невозможно выйти из университета, знать все и быть готовым. То есть это специальные процессы и так далее. И сегодня очень много примеров, когда даже ребята с нашей компании уходят в свободное плавание на так называемое, сегодня очень модно называется, это digital nomad, это человек без места жительства и места работы. IT-индустрия позволяет… В любом мире. Да, IT-индустрия позволяет вам работать где угодно, в любой точке мира. И ребята сегодня, сидя в Азербайджане, работают в каких-то транснациональных компаниях за рубежом, здесь берут какие-то работы. То есть абсолютно так называемые фрилансеры, без привязки к рабочему месту. Это очень большое преимущество IT-индустрии, потому что имя для молодого человека. Вам не нужно иметь начальный капитал для того, чтобы арендовать помещение, иметь какие-то физическую инфраструктуру. Да, вы можете сделать где угодно, даже в кафе за чашкой кофе заниматься, работать, зарабатывать деньги. Здесь очень важно, чтобы правительство тоже понимало этот новый тренд, и, может быть, тоже система налогообложения принимала внимание некие аспекты, что сегодня уже в бизнесе нет необходимости в физическом адресе, например. То, о чем я говорю. У нас сегодня, когда вы открываете компанию, вы должны обязательно указать физический адрес. Например, у нас есть прекрасная инициатива господина президента, называется это и резиденство, по примеру, эстонского проекта, когда все электронные услуги смогут делать любые иностранцы, которые не живут в Азербайджане. Соответственно, открывая компанию, сидя в Лондоне, им тоже не нужен физический адрес в городе Баку. То есть есть какие-нибудь новые тренды, которые необходимо принимать во внимание. Я думаю, что наша молодежь в Азербайджане как раз-таки сделает такой акцент и создаст такие практические элементы и кейсы. Конечно, хотелось бы больше мероприятий, где ребята, которые уже добились успеха, которые смогли открыть свои компании, могли бы обучать и приводить эти примеры для остальных молодых людей. Потому что зачастую еще у нас очень много стереотипов. Я очень много общаюсь с молодыми людьми, езжу в регионы и провожу тренинги для девочек в разных регионах страны. Сразу хотят почему-то должность, классическое видение бизнеса. Самое главное – главный. Собственно, как главный специальный. То есть зачастую либо какой-то гарантированный пакет, социальный и так далее. То есть есть некий страх еще. Кажется, что предпринимательство – это что-то такое очень сложное, связанное с огромными бюрократическими препятствиями, что нужны какие-то знакомства. Очень много стереотипов, которых сегодня уже нет в обществе. И нам необходимо максимально приложить условия для того, чтобы разбить эти стереотипы и показать путь. «Час предпринимателя» – проект телеканала CBC. Обсуждаем вопросы развития малого и среднего бизнеса. Полезные советы и рекомендации от участников передачи. Ждем ваши вопросы на номер, который вы видите на экране. Смотрите каждую субботу. Можно ли я на хану конкретно сказать? Вот я знаю, что будет не менее сотен звонков. То есть кто может? Где начать и кто может? Где и как начать. То есть то ли это нанять репетитора, чтобы… Даже идти… А зам – нет. Ну а зам, я думаю, все молодые. Сейчас уже с пятилетнего возраста люди уже… Господин Волеев, вы просто сами начали с того, что IT-бизнес – это такой бизнес, что раз за один этот клик ты уже заработал… Нет, надо дорасти до этого клика, понимаете? Нет, тем не менее, секундочку, я информационно хочу сказать… Просто это реально очень популярный такой бизнес. Помимо популярности. В Англии ребенок, который, я не знаю, там в седьмом классе или в шестом классе, стал миллионером. Он очень давно стал блогером, стал миллионером. В Соединенных Штатах кто-то хорошо фотографирует и выставляет в Инстаграм. Кстати, я, честно говоря, сердцем не могу, но умом как-то пытаюсь понять, как можно зарабатывать такие огромные деньги виртуальной экономике. Но это не совсем связано с IT-индустрией. То есть он ведет какой-то прикладной… Это тоже интернет, это тоже электронные эти самые. То есть в любом случае, я когда говорю об этом, я пытаюсь людям дать понять, то есть поэтому вас спрашиваю, как им поступать. Даже чтобы начать в Инстаграме нормально размещать свои фотографии или что-то, которые могут принести какой-то определенный… Или это не так? Это так. Не знаю, господин Олег, я бы с вами поспорила. Это хороший вопрос. На самом деле есть два пути. Есть консервативный путь, традиционный, получить образование в специализированном месте. Но сегодня я очень многим ребятам говорю, не нужно сегодня иметь денег для того, чтобы получить навыки в IT-образовать. Сегодня огромное, колоссальное количество ресурсов в интернете. И мы даем детям и девочкам, например, список сайтов, где можно получить сегодня основные базовые знания в IT-сфере. Более того, огромное количество бесплатных курсов. Даже можно посещать Гарвард, не посещая Гарвард. Можно пройти бесплатное дистанционное обучение. Оно бесплатное. Сегодня огромное количество ресурсов прекрасных, которые в некоторых аспектах даже лучше смогут дать вам образование, чем может быть какой-то традиционный сегодня вид образования. Есть такие профессиональные школы, их не так много в Азербайджане, но они уже есть. Например, есть прекрасная школа Атистеп Академия. Есть Кот Академия совместно с Адом Университетом. Там вы можете пройти краткосрочный курс. Например, если у вас тяга к дизайну, вы можете взять краткосрочный курс по дизайну и быть готовым уже веб-дизайнером и создавать контент. Например, вы можете взять очень чуткую специализацию, где у вас сердце лежит, а потом в дальнейшем уже пополнять свои навыки. Есть, конечно, классическое образование, это уже инженеринг, где вы уже должны получать фундаментальное образование. Но сегодня все молодые ребята должны понимать, что математика – реальный предмет – это основа. Основа любого сегодня успеха, логическое мышление. Здесь очень важно тоже сломать стереотипы среди молодых людей, особенно девочек, которые почему-то традиционно всегда направляются родителями в гуманитарную сферу образования. И здесь я считаю, что час предпринимателей и предпринимателей – очень важная миссия. Миссия – это стать в том, что все предприниматели успешны, должны сегодня приходить в школы и проводить час предпринимателей в школе. Они должны объяснять на своем примере, почему реальные предметы важны, что это совсем несложно, какие это даст преимущества на рынке труда для детей. То есть начинать с самых азов, начиная с начальной школы, по всем этапам развития. То есть университет – это уже поздно. Мы должны работать. Более того, например, в той же Эстонии кодирование обязательно предмет в первом классе. К третьему классу дети уже создают мультики. И мы должны понимать, что если мы срочно не примем какие-то решения, то мы отстанем от общего мирового тренда, мы ничего не сможем потом изменить. Потому что это очень быстро развивающая часть экономики. Поэтому образование сегодня в руках любого человека. Если есть только желание. Огромное количество ресурсов, для этого не нужны деньги. – Яна Хамм, если позволите, один вопрос я хотел бы задать вам, как профессионалу в этой сфере. Не секрет, что перспективным направлением в развитии IT-индустрии является развитие искусственного интеллекта. И, как известно, очень многие страны финансируют и тратят огромные средства на развитие вот этого сегмента. И есть такое утверждение, что страны, которые будут доминировать в этой сфере, будут предопределять многие процессы. Как вы думаете, на сегодняшний момент в Азербайджане ведутся ли разработки в сфере применения искусственного интеллекта? И вообще, как вы оцениваете перспективы нашего государства? – Вы очень правильно затронули этот момент. Сегодня, на самом деле, это одна из ключевых индустрий, на которую многие правительства объявили как приоритет. Эстония сегодня подготовила первая страна законодательного регулирования этого вопроса. Потому что мы понимаем, что искусственный интеллект – это не только технология, но это очень много этических принципов, которые необходимо соблюдать и регулировать. Здесь очень важен законодательный аспект. В Азербайджане мы пока в очень начальной стадии. Очень хорошо, что мы начали об этом говорить. Уже если вы посмотрите последние конференции, которые привелись в Азербайджане, уже эта тема остро стоит. Я, например, вижу сразу же применение в огромном количестве процессов, и государственных в том числе, при том же виртуальном открытии счета. В принципе, стандартные вопросы может задавать интеллектуальный артифишнл интеллект. То есть, здесь не нужен человеческий ресурс, колл-центры и так далее. Есть какие-то стандартные действия, которые прекрасно справятся с этой задачей, сэкономят огромное количество ресурсов для страны. Я еще хочу всегда отметить момент. Люди зачастую боятся. Почему-то кажется, что IT-индустрия – это потеря рабочих мест. То есть, придут роботы и заберут у нас работу. И как показывает практика, исторический пример, любая индустриальная революция, сегодня мы переживаем, она создает новые рабочие места. Мы должны просто быть готовы переквалифицироваться, переквалифицироваться, найти новые ниши. И робот никогда не заменит человек. Мы это все прекрасно понимаем. Но есть некие рутинные процессы, где они прекрасно с этим справляются. И искусственный интеллект, безусловно, может намного лучше человека принять какие-то решения, учитывая тот объем информации, который он может обработать. Конечно же, это нехорошая для вас новость, но такая профессия, как юрист, в ближайшей перспективе будет проверена. Нет, насчет юриста я могу с вами поспорить. Опять-таки, какие-то, скажем, рутинные работы, скажем, там заполнение какого-то договора, где алгоритм работы уже предопределен. Да, естественно, даже, насколько я знаю, в Сбербанке некоторые процессы уже автоматизированы. Вместо заполнения юристов они уже как бы... Но в любом случае, сфера юриста, она многогранна. Как вы можете заменить адвоката, который будет выступать в суде? К вместо, будешь сказать, что, говорит, помимо матери, человека больше всего любит адвокат. И как можно заменить судью, который будет принимать решение? То есть, это здесь вопрос, он более-то... Не ожидал, что так получится. Определенные процедуры, да? Допустим, принятие решения по штрафам, какие-то такие... Ну да, это рутинные, где... Да, рутинные дела, где справятся по штрафам. Как раз-таки, вот, я... Вы предвосхитили мой следующий вопрос. В том плане, что все-таки будет изживание некоторых профессий. Может быть, мы будем воспринимать уже не в том классическом понимании, к которому мы как бы привыкли, да? И тоже, как бы, может быть, какие-то функции врача, да, скажем так. Могут какие-то определенные рутинные работы. Одно дело уже оперировать или так. На ваш взгляд, вот с учетом развития искусственного интеллекта, какие профессии будут более актуальными, скажем, ближайшие 10-15 лет. А какие уже потеряют, может быть, свою актуальность? Одну уже назвала, госпожа Климча. Не, ну, я поспорил с этим, поэтому... Не, ну, есть огромное количество профессий, которые... Скажем так, вот смотрите, Яна Хамм, вот нас смотрят тысячи людей. Предприниматели. Предприниматели. Или же, скажем так, будущие предприниматели. Или же абитуриенты, которые находятся сейчас перед выбором профессии. А их профессия будет актуальна, скажем, через 10-15 лет. Вот с учетом этого, что бы вы могли бы порекомендовать при выборе специальности? Ну, сегодня при выборе специальности, если мы говорим в IT-индустрии, там все ясно. Да, это интернет вещей, это инженеринг и робототехника. Я считаю, что у робототехника колоссальный потенциал. Здесь роботов должен кто-то создавать. Кто-то является человеком. То есть, сегодня все, что касается вокруг роботоиндустрии, это огромная перспектива, огромный рынок труда. Поэтому молодых людей призываю об этом подумать. Второй очень важный аспект это кибербезопасность. Мы должны будем себя защищать, все-таки люди. Здесь будет очень много аспектов. Это проблема. Да, это колоссальная проблема. И, к сожалению, многие государства еще не понимают, насколько это большая проблема. она поважнее физической безопасности страны. То есть, мы должны осознавать сегодня, что эта отрасль должна быть приоритетом номер один в любой стране, где развиваются эти технологии. Безусловно, потеряется свое применение любые, так называемые, ручной и механический труд. Это однозначно какие-то простые процессы аналитики. То есть, социологам вряд ли уже нужно будет с этим прекрасно справиться. создать машины, которые смогут обработать гораздо большее количество объема данных и сделать быстро, в считанные секунды, выводы по Data Analytics. Бухгалтеры, возможно, уже нет. Бухгалтеры, да. Бухгалтеры однозначно тоже. И, кстати, я могу вам сказать, что если правильно построить электронную правительство, нам бухгалтерия сегодня, в принципе, не нужна в Азербайджане. То есть, если мы автоматизируем процесс отчетности, как это делает, например, та же Эстония, создавая автоматизированную отчетность, это очень важно для мелкого предпринимателя. Потому что зачем мелкого предпринимателя? Для мелкого предпринимателя, да, потому что он практически один. То есть, он делает очень стандартную схему выплат, которую можно автоматизировать, сделать ее полностью в тонантном режиме, он сразу будет поступать информацией налоговой, без того, чтобы ты должен дополнять какие-то отчеты. То есть, все, что касается тренда, который в Азербайджане тоже очень развивается, это predictable government. когда мы предвосхищаем некие процессы и не заставляем людей заниматься этой рутины. Все, что касается рутины, все, что можно автоматизировать, где процесс логично устроен, это все будет автоматизировано. основа, то есть, выбор специальности, там, где требуется определенное творчество, креатив. Сегодня креативность основной. Ну, математику надо знать. Безусловно, обязательно. Реально предметы, это основа всех основ, потому что... Международные отношения, международные экономические отношения, международные права. А надо заниматься, да, изучением кибербезопасности. И если будут какие-то новые в этой сфере проекты, разработки, стартапы, то можно с уверенностью говорить, что будет успех и миллион долларов. Час предпринимателя. Проект телеканала CBC. Обсуждаем вопросы развития малого и среднего бизнеса. Полезные советы и рекомендации от участников передачи. Ждем ваши вопросы на номер, который вы видите на экране. Смотрите каждую субботу. Человек может сам путем самообразования повысить свой профессионализм в IT-технологиях, в использовании IT-технологий и до определенного уровня, что он может даже зарабатывать от этих знаний. Это самое важное, потому что наши молодые очень часто обращаются где мне начать работать. Да, но я уверена, что все равно сейчас телезрители, которые нас смотрят, они задаются вопросом. Красиво говорят, очень много интересного. А как все это сделать? То есть, с чего начать? Я предлагаю, кстати, Министерству образования создать совместно с нами предпринимателем такой ресурс, называется, допустим, назовем его Start IT, где будет четко прописано, что такое должность в IT, потому что их очень много профессий. и сегодня молодые люди не понимают разницы. Для них IT-индустрия это только программирование. Они не понимают, насколько там огромное количество профессий и должностей в любом предприятии. Описать конкретно, что приносит какая профессия. Для каждой из профессий какие необходимы базовые навыки для того, чтобы начать работать в этой области. Какие у нас в Азербайджане существуют учебные заведения, которые предоставляют по всем этим профессиям возможности. какие интернет-ресурсы есть для того, чтобы сделать самообучение. И, безусловно, отдельную рубрику какие-то тесты для определения своего уровня компетентности и готовы ли вы к работе в той или иной индустрии. Это очень легко. Этот ресурс создать можно за считанный месяц. Это было бы прекрасным инструментом для молодежи, где получить информацию, потому что, к сожалению, еще у нас классическое образование. Ведь образование сегодня должно научить молодых людей, где найти информацию. Не дать эту информацию, а где найти. Правильно использовать те огромные количества инструментов, чтобы молодые люди могли сами самостоятельно принимать решения и найти необходимую информацию. Вот этого, к сожалению, многие еще не умеют делать. И, может быть, надо вместе помочь создать такой ресурс. Ну и еще многого, что не умеют делать. Вы говорите образование. Образование получают ребята, даже те, которые идут на специальные курсы, те, которые существуют сегодня в Азербайджане, они очень часто жалуются на то, что есть профессия, есть знания, есть идеи, но нет поддержки. Ну, в частности, как бы самое главное это финансовые, чтобы реализовать задумку. Здесь, как вы считаете, проблема в чем? Проблема именно в этих людях, потому что нет инициативы, они не знают, как воспользоваться теми знаниями, которые получили. Или же проблема в том, что неправильно все выбрали для себя? Я думаю, вопрос может быть опять-таки в стереотипах. У нас зачастую люди привыкли, ну, уже на протяжении многих десятилетий, что чтобы что-то сделать, нужны деньги. Деньги или что кто-то должен им прийти и сказать? Надо вспомнить, как все начинали. Как мы начинали все здесь за столом, наверняка начинали все без денег. То есть, никогда не было так, что у тебя возникла какая-то суперидея, у тебя сразу много денег появилось. Вот госпожа Кремпи, я здесь хочу, чтобы вы основываясь я начинала с нуля, я приехала в Азербайджан абсолютно имея за плечами политическую карьеру, не зная ничего о бизнесе, я начинала с нуля, иногда не было денег на то, чтобы поесть, не то, чтобы... Об этом умолчить. Да, об этом умолчим. Зачем умолчивать? Я хочу объяснить, Просто политическая карьера? Да, у нас чиновник это скорее, в эстонии чиновник это больше обязательств, чем каких-то преференций. И я могу вам сказать так, что очень важно понимание, что достижение какой-то цели не может быть легкой. И особенно для стартапов нужно запасы терпениями и год работать на свою идею. Вы должны полностью ее проработать, оформить, если это возможно, проработать какую-то базовую модель, так называемый прототип. и потом убедивших уже на эту основную проделанную работу, вы можете получить дополнительные финансы, уже участвовать в различных акселераторах, их огромное сегодня количество в мире. Если эта идея достойна, того вы обязательно найдете финансирование. Сегодня в IT-индустрии прийти, найти финансирование это несложно. Если ваша идея того заслуживает. Зачастую ребята хотят получить сразу деньги, ему кажется, что идея гениальна. Любой человек, свое дитя самое лучшее, самое красивое. Здесь, возможно, помогут уже профессионалы, которые помогут немножко пустить человека на землю, привести какие-то практические примеры, предложить ему доработать или вообще полностью отказаться от идеи, найти новый путь и так далее. Здесь очень много необходимости сотрудничества уже состоявшихся бизнесменов, состоявшихся практиков с ребятами, которые только начинают этот путь. И вот эта добровольная работа от нее никуда не деться. Если в обществе мы не будем развивать и поощрять менторство, это потеря времени. Мы понимаем, что у нас у всех очень жесткий темп жизни, мало времени. Но здесь должен быть дух патриотизма, потому что если вы посмотрите в те же страны сегодня, там огромное количество времени состоявшихся бизнесмены тратят на то, чтобы отдать часть себя для молодежи, научить, поделиться и так далее. Меценатство, очень много моментов, которые я думаю, что нам нужно в Азербайджане возрождать. Истоки у нас прекрасны, традиции меценатства испокон веков. Почему-то в последнее время мы в гонке в этом огромном темпе, который очень сложный, сегодня забыли о каких-то ключевых человеческих ценностях. Я думаю, что здесь всем нужно собраться и отдать часть себя, отдать обратно обществу для того, потому что наши дети будут здесь жить, наши правнуки будут здесь жить, поэтому это очень важно. У меня ремарка. Господин Гулиев, я жду вашу ремарку и следующий вопрос потом господину Сатару. Вы, Яна Холом, правильно отметили, я, кстати, по этому поводу несколько раз даже и выступал перед студентами, магистами и перед своими избирателями. Вы знаете, до сих пор в части общества есть стереотип того, что богатый человек это зло, предприниматель это зло, как он нажил эти деньги. То есть начинаются задаваться вопросы, а почему он богатый, а я не такой богатый. Понимаете, в обществе до сих пор это есть. Но хотя я вам скажу, что я это чувствую с каждым даже годом меняется облик предпринимателя в Азербайджане тоже стремительно меняется. Час предпринимателя проект телеканала CBC. Обсуждаем вопросы развития малого и среднего бизнеса. Полезные советы и рекомендации от участников передачи. Ждем ваши вопросы на номер, который вы видите на экране. Смотрите каждую субботу в... А вот с точки зрения того, что говорила госпожа Кримпиа, помочь молодым людям, которые составлять будет будущее наше, будущее Азербайджана, помочь им стать кем-то в жизни. То есть помочь им идти по пути. Надо сперва, чтобы они хотели, чтобы им помогли. Если они хотят, они, например, обратятся. В принципе, Халахан опять-таки договорит, если об особенности развития IT-индустрии, здесь не требуются большие финансовые вложения для реализации, скажем, какого-то своего стартапа. Если вы помните, в одной из наших предыдущих передач наш участник сказал, что ему как первоначальный капитал потребовалось 200 долларов. Да, который он взял у отца, а потом забыл вернуть. А потом забыл вернуть. Если позволите... По поводу... Я просто что хотела у вас спросить, господин Сатаров. Мы говорим сейчас о плюсах, а о минусах. То есть, что нужно учитывать, когда ты идешь в IT-бизнес? Подводные камни. Подводные камни. Лучше, наверное, этот вопрос переадресовать Янхару. Потому что она практик. Я со своей колокольни это могу говорить, скажем так. Опять-таки, как любой вид предпринимательской деятельности, он имеет свои подводные камни, естественно. Но, на мой взгляд, перед тем, как вкладываться, делать какие-то инвестиции в свой проект, я бы порекомендовал, чтобы данный предприниматель учитывал, что готов ли он потерять эти деньги, скажем так. Если он уже готов вот на это, сделать первый шаг, он уже, наверное, сможет это все реализовать. Да, я хочу просто отметить, многие молодые люди считают, что предпринимательство, только предпринимательство, это самый главный выбор для получения хорошей зарплаты. На самом деле, это не всегда так. Предпринимательство, это огромное бремя ответственности. Это очень сложная процедура. Вообще, весь процесс жизненный. Вы можете, как правильно сказал коллега, в одну минуту потерять все. На вас огромная ответственность за людей, которым вы платите зарплату, которые приходят домой, у них семьи. В IT-индустрии вы можете быть прекрасным профессионалом внутри крупной корпорации и зарабатывать гораздо больше, чем отдельный предприниматель. Здесь вы должны прислушаться к себе самому. И зачастую очень важно получить какие-то базовые практические навыки. Перед тем, как что-то делать, вы должны хотя бы посмотреть какую-то ролевую модель. И здесь я призываю молодых людей сразу же не гоняться за большой зарплаты. Потому что иногда люди, закончившись в хороший университет, говорят, я хочу сразу получать 3 тысячи и больше. У человека нет никаких практических навыков. Может быть, он прекрасный специалист. Но ты согласись на любое. Это работа твоей мечты. соглашайся на любую зарплату. Докажи, что ты лучший. И ни один работодатель от тебя не откажется. Любой работодатель будет держаться за тебя двумя руками. Потом еще начнется за тебя быть. У нас, когда мы делаем объявления на конкурс трудоустройства, приходят молодые люди, которые очень амбициозны. Но, к сожалению, когда ты задаешь какие-то практические вопросы, у человека абсолютно отсутствует практический навык. Я всегда призываю, почему бы не попробовать? Вы все равно ничего не потеряете, вы в любое время можете уйти. Вот эта готовность любой ценой получить практические навыки, не гоняться сразу же с большими гонорарами. То же самое в предпринимательстве. Вы никогда не можете начинать предпринимательство не с мысли сколько я хочу заработать, а прежде всего с идеей, с любви к этому делу. Деньги приходят потом. Никто не говорит, что любой предприниматель должен просчитывать, он должен думать, он должен считать. Но, в первую очередь, это дело, которым вы занимаетесь. То же самое с поиском работы. То есть, это прекрасный стартовый момент для того, чтобы набраться опытом, посмотреть изнутри, что такое предпринимательство и решить для себя, готовы ли вы к этому? Если можно, я тоже ремарку сделаю. Яна Хамвы, я думаю, что очень правильно заметили вы до этого, что очень важным является менторство, своего рода наставничество. И это, на мой взгляд, тоже своего рода вид меценатства, которого вы притворяете в жизни, которое обучаете молодых специалистов в выборе их дальнейшей специальности при профессиональной подготовке. вы неоднократно здесь также отмечали по поводу девочек, девушек, которые могут работать в IT-индустрии и так далее. Если позволите, я один момент хотел бы отметить. У меня дочка, ей 13 лет. В принципе, я себя считаю достаточно продвинутым в IT-индустрии, по мере, насколько это требуется моей специальности. Но я иногда замечаю, что абсолютно она полностью опережает меня по многим вопросам, которые я сталкиваюсь, она полностью решает эти. У меня всегда была какая-то предвзятость, девочка, IT. Все-таки таких людей, наверное, у нас много в стране. Как бы вы порекомендовали, как это почувствовать, насколько это является твоим призванием, это раз. И во-вторых, с этого раннего возраста, что бы вы посоветовали для этих людей, в каком направлении развиваться, что изучать, на что больше обращать внимание? Мы работаем за дня в день, мы этим занимаемся как раз такими девочками, как ваша дочь. Правда, мы это делаем в регионах, я считаю, что там моя миссия наиболее важна, потому что в Баку все-таки больше возможностей, чем в удаленных районах Азербайджана. В первую очередь, что мы делаем, мы ломаем стереотипы у девочек. То есть, мы обязательно делаем с ними какое-то кодирование робототехнику. Вот что вы делаете? Вы приглашаете? Во-первых, к нам едут все ведущие уже состоявшиеся женщины в IT-индустрии. То есть, мы на своих ролевых моделях показываем, что такое женщина в IT-индустрии. Мы уже этим ломаем стереотипы. То есть, у нас есть и мама с тремя детьми, и очень много разных ролевых моделей, главы компаний, учредителей, ведущие IT-аналитики. То есть, мы показываем их реальных женщин, которые добились в этой сфере каких-то успехов и показываем разные направления. Чтобы они понимали, что это не узкое программирование, что это огромный пласт возможности себя реализовать. Как вы находите этих людей? Мы просто собираем всех девочек с 7-го класса по 10-й. То есть, вы обращаетесь в школу? Да, мы вместе с министерством образования. Министерство образования нам помогает, собирает всех девочек в этом регионе. Мы собираем их всех в одном зале. С нами всегда ездят по меньшей мере от 15 до 20 метров. Это уже состоявшиеся женщины в IT-индустрии. Мы проводим небольшое представление, что такое IT, женщины в IT-бизнесе. Потом переходим к практике. То есть, мы, в первую очередь, кодируем роботов, чтобы девочки понимали, сломали этот стереотип, что это такое, что это сложное, которое могут справиться только мальчики. Вы должны это видеть. Глаза этих девочек, которые видят, что робот выполняет ее запрограммирование указания, стоять, остановиться, повернуться и так далее. Это ломает первый стереотипный барьер о том, что это очень легко, это забавно, интересно, это креативно. Второе, мы пытаемся с ними сформулировать какую-то идею. То есть, то как раз проходим с ними час предпринимательства. Сначала мы делаем брейнсторминг. Любые идеи, какие только им приходят в голову, что бы вы хотели реализовать в своем, в своей деревне, в своем районе. Из десяти выбираем одну, которая наиболее имеет место быть и практический вид. Потом проходим все этапы формирования этой идеи и в конце каждая из девочек должна выполнить свою роль и представить. И обязательно с использованием IT-технологий. То есть, любую идею, которую они будут реализовывать, мы вносим туда какой-то IT-элемент. Оцифровать вот это. Да, да. То есть, где будет IT-элемент, будет ли это веб-сайт, будет ли это какой-то процесс электронный, будет ли это какая-то аппликация в мобильном телефоне. И с каждой группой девочек стоит ментор, который направляет, не мешает обязательно, то есть, мы не даем им указания, направляем правильно, даем какие-то правильные советы. Вот такая работа. И после этого нам приходит огромное количество отзывов от мам, от родителей, которые имеют такое же стереотипное мышление, особенно в районах, что дочка должна быть только доктором, учителем, никем больше. Они говорят, что дети приходят с горящими глазами и у них уже есть четкое видение, что они хотят, куда они хотят, что это так интересно. То есть, вот это то, что нужно делать сегодня. И вот это я вижу меценатство, то есть, меценатство, но не всегда в денежном эквиваленте. Абсолютно, конечно. Это то, что сегодня может делать каждый предприниматель в Азербайджане. Потратить раз в два месяца свое время поехать в район, пойти в школу, то есть, то же самое мы делаем в бакинских школах. Потрать свое время, пообщаться с детьми на равных. Очень важно на равных, да, не прийти, такой вот, я весь такой важный, при должности. То есть, спуститься на уровень детей, поговорить на их языке, на простом, понятном, рассказать про свою историю, сказать, я тоже был таким, как вы, да, я тоже боялся математику, я ее не любила, ненавидели, и так далее. То есть, направить детей своим примером и поговорить с ними просто в простом диалоге. Это достаточно. Господин Гулеев, вы как-то не подключаетесь, да. Я слушаю, мне очень интересно, господин Гулеев, кстати. Почему-то, почему-то всегда вот разговор идет о гендерном каком-то принципе. Не, но вопрос в том, что каким-то образом стимулировать. Девочки, они изначально, они, как вам сказать, более боятся IT-индустрии, причем потому, что там нужно знать математику. Ну, я извиняюсь, но просто изначально так принято, что, ну, господин Сатарин, вот здесь я уже с вами не согласна. Не, я знаю, но все-таки мальчики, наверное, напережают девочек по математике. Это уже, как сказал, стереотип. Это сказал сейчас как господин Гулеев. я, возможно, ошибаюсь, но, скажем так, опять-таки, вот есть какой-то вот боязнь, да, в какой-то форме конкретно для девочек. Это вы не нужно стесняться и считать это не политкорректным. Это проблема во всем мире. Я могу обращаться к этой проблеме сама проблема. Не надо к ней обращаться. Люди, понимаете, природа так распорядилась, что любая профессия может быть хорошей быть и у женской половины, и у мужской половины. Всегда есть особенность женского мозга. В любом случае, да, здесь очень интересно, что это, конечно, приветствуется, я тоже вот от себя вот тоже приветствую, что вот в регионах это правильно. Надо, но это касается не только, вот опять-таки, я не хочу делить вот эти гендерные принципы, не хочу. Молодежь, давайте назовем это так, молодежь должна быть более раскрепощенная и она должна знать, что не боги горшки лепят, что они могут сами тоже, ну, естественно, это нужен упорный труд. Кстати, между прочим, я читал литературу сегодня, знаете, что в IT-технологиях самые лучшие, кстати, и уже первооткрыватели тоже стали, раньше были исполнители, это выходцы из Юго-Восточной Азии, в частности, очень много индусов, очень много пакистанцев, очень много, значит, с этих стран, которые занимаются, кстати, и Европе, и Ирландия, почему-то, вот, ирландские, вот эти IT-технологии, технологии, считаются одним из лучших и которых притворяют. Ну, весь вопрос в том, что, чем отличается, вот, эта сторона людей, это люди, которые, китайцы, то же самое, люди, которые упорно могут работать, вы согласны со мной, Яна Харан? Все в труде, все в труде, да, после этого они уже могут, когда мне рассказали, что сидя в Индии, вот эти программисты разрабатывают программы для Соединенных Штатов, для других стран, я был очень удивлен, но на самом деле сейчас уже, нет, это было несколько лет тому назад, мне рассказали, что люди даже, сидя в Австралии, помогают, оказывают константские услуги европейским компаниям, по некоторым вопросам, в частности, аудиту тоже. То есть, в этом плане, мы для чего все это говорим и зачем об этом говорим? Мы это говорим для того, что наша молодежь вдумчиво нас слушала, относилась с большим интересом и вот эти советы, чтобы они носили прикладной характер, чтобы они слушались наших советов, чтобы они не останавливались на своем жизненном пути, понимаете, чтобы они старались. Если я вас позволю, немножко прерваться. Да, пожалуйста. Я призываю, чтобы они не слушали наших советов, да, вот это такой консервативный подход, который я отметила в регионах, у учителей тоже. Смотря какие советы. Мы с ними много общаемся. Вот, к сожалению, наша система образования построена на том, что я говорю, а вы слушайте, да. Сегодня, правильно вы отметили, что самый важный элемент в будущем это креативность. Да, это креативность, нестандартный подход к каким-то, вроде бы казалось, стандартным вещам. Чтобы развивать это у детей, да, и у молодежи, нужно дать им возможность высказаться и послушать их, потому что зачастую, когда мы общаемся, для меня каждый раз это опыт, колоссальный опыт, который могу почерпать у молодых людей. «Час предпринимателя», проект телеканала CBC. Обсуждаем вопросы развития малого и среднего бизнеса. Полезные советы и рекомендации от участников передачи. Ждем ваши вопросы на номер, который вы видите на экране. Смотрите каждую субботу. Я хочу сказать, что, Янахан, наверное, скорее всего, вы меня поддержите, но не знаю. Я считаю, что быть предпринимателем просто так не получается. Предприниматель это своего рода тоже гений. Микрогений. Он тоже своего рода Эйнштейн, Чайковский, Шопен и так далее. Это действительно так. Но это уже зависит. Либо он достиг такого уровня, как Стив Джобс, покойный, понимаете, и который на пустом месте создаст там многомиллиардное состояние. Либо он будет, у него будет хороший ресторан, либо у него будет хороший парикмахер. Но в любом случае это определенная гениальность человека. Это не гениальность, он должен быть лучшим в том, что он делает. Это главное. Вопрос не гениальности, а лучшим. Если это обычно маленькая семья в регионе, которая делает повидло, на продажу, это должно быть лучшее повидло в этой деревне, и в регионе, чтобы его все хотели есть. Если это насколько станет Стив Джобсом или нет, это зависит уже насколько глобальную идею он сможет имплементировать. Но предпринимательство это очень разные уровни. Я призываю людей любить и быть лучшим. Любить свое дело. И безусловно, я с вами согласна, не каждый человек должен быть предпринимателем. Не каждый. Не каждому это дано. Это говорит каждый раз. Абсолютно с вами согласна. Не нужно всем становиться предпринимателем. У нас зачастую бывает так. Какой-то пошел тренд, модно. И все должны при любых условиях это стать. Историки, инисти, и прокуроры. Но сейчас то же самое. Абсолютно правильно. Надо найти себя. Найти себя. Оставляем на этой позитивной ноте. Ищите себя и находите в разных профессиях. Я думаю, наши телезрители для себя что-то уже вынесли и определились с тем, как они хотят продолжать свою жизнь, как они где себя видят и какую профессию они готовы осваивать. Еще раз большое спасибо. Мы обязательно еще увидимся в студии телеканала CBC и продолжим обсуждение по данной теме и по многим другим не менее интересным темам. Я напомню, в эфире телеканала CBC вы смотрели передачу «Час предпринимателя». На этой неделе мы рассказали о формах государственной частной поддержки для IT-специалистов Азербайджана. Обсуждения прошли с участием ведущих экспертов передачи Руфат Гулиев, автор идеи передачи «Час предпринимателя», представитель Парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству, доктор экономических наук, профессор, Фархад Саттаров, член коллегии адвокатов Азербайджана, специальный гость передачи Яна Кримпиа, руководитель Азербайджана Эстонской торговой палаты, учредитель компании Best Solution, разработчик и оператор платформы мобильной цифровой подписи Асан Имза. Прощаюсь с вами и с нашими телезрителями. Обращайтесь к передаче «Час предпринимателя» за профессиональные консультации по WhatsApp-номеру, который видите на своих экранах. Плюс 994-77-780-18. Удачи в делах и в бизнесе. Спасибо большое. Редактор субтитров А.Семкин